Глава первая. Демон? Леся? Почему в нашем доме опять демон? Двухметровое чудище с темно-красной толстой кожей, витыми мощными рогами и клыкастой пастью оторвалось от ягодных булочек, которые уплетала за обе щеки, угрожающе повернуло голову и сурово уставилось в дверной проем. На пороге кухни, испуганной негодующим изваянием, замерла моя соседка и лучшая подруга Флора. Ну, это она сама решила, что мы с ней лучшие подруги. Я отнекивалась до последнего. Да и в свой дом на краю леса я ее пустила только переночевать. Как так вышло, что Флорентина живет тут уже третий месяц и гордо называет дом нашим, ума не приложу. А ты попробуй выгони, предложила ей, раздраженно махнув на необъятную тушу. Мы все трое знали, что даже если юная травница на самом деле попробует, ничего у нее не получится. Просьбы покинуть наш дом демоны почему-то игнорировали. В ответ на мольбы кривились и уходили разорять погреб. А когда кто-то из нас терял терпение и начинал открыто угрожать, эти отвратительные существа снисходительно улыбались и действительно уходили. В огород. Разорять уже грядки. Не демоны, а вредители какие-то. Паразит. Скривилась Флора, полностью солидарная со мной в данном вопросе. Демон хмыкнул, ничуть не обидевшись, и вернулся к своему крайне важному занятию. Поеданию булочек с малиной, которые Флора все утро готовила. Между прочим, это именно я обычно все съедаю, а Флора Бубнита готовит еще. Мы с ней поэтому и ужились. У меня был дом, у нее выдающиеся кулинарные навыки. Не пускай их. Осознав, что с демоном говорить бесполезно, накинулась уже на меня обладательница русой косой змейки до самой поясницы, чуть раскосых карих глаз и обманчиво детского розового личика. Хм, не пускай. Хорошо придумала. Я как-то раз так и попыталась сделать, как мы в итоге без двери остались. Демонов в наш дом тащила, как по волшебству. И началось это все месяц назад. Я поздно возвращалась из города, и чтобы не попадаться заявившимся охотникам на ведьм на глаза, пошла через лес. А там лужи крови, остаточный магический фон и глухо стонущий полумертвый демон. Естественно, я притащила его домой. А что еще мне было делать? Не каждый день демона встречаешь, еще и умирающего. А их рога на гнилом рынке столько стоят. Это я молчу про хвост копыта и два сердца. А уж для какого количества ритуалов и заклинаний нужна демоническая кровь? Я, между прочим, ведьма, а нам такие вещи в хозяйстве всегда нужны. Кое-как, дотащив громадину до дома, положила его на кровать, исключительно, чтобы удобнее рога отпиливать было. А эта гадость живучая взяла и подсоединилась к моему магическому источнику. В общем, обломал демонюка все мои надежды и планы, и через два дня радостно очнулся, к моему неописуемому разочарованию. На этом история не закончилась. Еще неделю крылатый рогатый изволил возлежать на моей кровати. Моя спальня на втором этаже аккурат над комнатой флоры, а домик нам достался старенький, досочки в нем расшатанные. В общем, истекающий кровью демон не оставил в Флорентине выбора. Заботясь исключительно о целостности своих вещей, чтобы рогатый их своей кровью окончательно не испортил, молодая травница пришла и опоила его какой-то вонючей гадостью. А потом, не выдержав соседства, на некоторое время покинула дом, оставив все свои травяные запасы без присмотра. Лекарь из меня был аховый. Ахали все, кому посчастливилось выжить. Намешав жуткой бурды, я щедро опаивала демона сутки напролет в святой надежде на его скорую погибель. Ну а что? Хочешь жить, умей вертеться и отрезать демонические рога под правильным углом. Я сделала все, что было в моих силах, а этот хвостатый взял и оклемался. Выздоровел. Полностью. На ноги лихо так вскочил, пол наш копытами своими попортил, все дверные косяки рогами собрал, стены когтями поцарапал и стоит благодарит. Меня. За спасение. Я от досады чуть ли локти кусать не начала. Выпроводила его с самым мрачным видом, пообещала в следующий раз сделать все как надо и довести дело до конца. Демон не понял, разулыбался, еще раз поблагодарил и исчез в языках поднявшегося из земли пламени. Огонь угас, выжженная трава осталась. И началось. Уже следующим утром началось. Леся, так совсем нехорошо угрожающе протянула вернувшаяся утром Флорентина. Я вышла посмотреть, чего это она, и увидела демона. Совсем другого, абсолютно здорового, валяющегося у забора, причем со стороны дома, и крайне неумело изображающего страшные муки. Наступать дважды на одни и те же грабли не в моих правилах, поэтому я сразу предложила Флоре добить умирающего лопатой. Она, ожидаемо, согласилась. А вот сам демон, почуяв неладное, мгновенно привел себя в порядок, подскочил и... Как? Давай благодарить! Меня. За спасение. А потом резво так поскакал. В дом. Объел нас так, что стыдно жаловаться. Измял все кровати, доломал пороги, дыхнул на оконные цветы флоры, так что террасом все высохли, и свалил через два дня. А следующим утром появился новый демон. Вот так они друг друга и сменяли. Наглые, бесстрашные, бессовестные. Довели до истерики мою впечатлительную метлу. Та, разбрасывая ветки и щепки, зашипела и скрылась на чердаке. Там еды не было, только паутина и старый хлам. Следовательно, демоны туда не заглядывали, оставив несчастную в покое. Зачем-то общипали хвост моему ворону. Он, между прочим, древний фамильяр, семейный, магией наделенный. И не привыкший слышать сюсюкающая птичка, а спой мне песенку. Улетел мой бедный вездефор в чащу, связался с дикими воронами. Они его плохому научили. Ну или он их. Сидят теперь, проклятий во всю глотку орут. Частушки матерные по ночам горланят. Наделили частичкой разума растущую у порога дикую розу. Огроменный колючий куст, усыпанный мелкими белыми цветочками. Растение мне и так никогда не нравилось. А уж когда начала встречать всех приходящих хлесткими ударами веток по спине и метким обстрелом колючек, причем демонов розы не трогала. Это я еще молчу про запуганных горожан, зачем-то приманенных лесных кошек, больше домашних размеров с маленькими острыми клыками и кожаными крыльями, русалку, которая теперь орет в фонтане на площади, и все зельевые запасы флоры, нежданно-негаданно куда-то запропастившиеся. Я так понимаю, этот тот самый первый демон мне так мстит. Прознал, видать, что я его не лечила, а добить пыталась. Только какая-то очень странная месть у него выходит. Они обычно, если слухам верить, сами над жертвами измываются, а не других посылают. Уважаемый, прервал поток моих воспоминаний кислый голос соседки, а не пора ли вам домой? Мне тоже очень интересно было, когда у некоторых уже совесть проснется. Гад рогатый окинул флору скучающим взглядом с головы до ног, после лениво шевельнул когтистым пальцем, повинуясь магическому приказу, воздух перед ним заискрился и закрутился воронкой, чтобы через мгновение принять вид огненных часов. «Рано!» — рыкнуло существо, еще одним движением пальца рассеивая заклинание. «А вот это уже интересно!» Мы с травницей невольно переглянулись, думая явно об одном. Флора решительно кивнула, и мы тут же обступили напрягшегося от таких действий демона с двух сторон. «А скажи-ка нам!» — ласково начала я, за громадной спиной устроившись и нежно ручкой по каменному плечу проведя. «Рано для чего?» — мурлыкнула спереди подруга. Не знаю, что она делала, мне из-за туши не видно было, но мужик ощутимо вздрогнул и задрожал всем телом. «В...» — подхватила, помогая я. «Ведьма?» — предположила и Флора. Демон предпринял еще одну попытку. — Вы... вы совсем охамели! И как заревет, на ноги как вскочит. Мы благоразумно отступили, но нашего любопытства это не уняло. — Будьте добры уточнить, в какой момент, — вежливо обратилась Флорентина. — Мы, девочки, когда нам что-то очень нужно, вообще до неприличия вежливыми становимся. — И поясните, рано для чего? — поддакнула я. Но день сегодня был какой-то чересчур на события насыщенный. Открылась наша входная дверь, причем без стука совсем или еще каких вежливых сигналов, и через порог, как себе домой, спокойно и невозмутимо шагнул... Демон! Кто бы сомневался!